Всем привет! Сегодня собираюсь мульчировать свои хосты. Пока листочек не развернулся у хоста полностью и у них еще есть место они приподняты вверх и у них еще есть место как к ним подлезть очень удобно потому что когда полностью разворачивается лист они прям лежат юбочкой и не хочется уже и беспокоить эти эту листву сейчас я буду мульчировать землей своей компостом и плюс песок ну и добавлю конечно минеральных удобрений почему так хочу сделать потому что очень вылезают корни по весне когда идет вот эти вот дожди земля оседает у нас и оголяются крышки хост все-таки я вот это делаю и весной и даже иногда осенью когда они выходят в зиму чтобы зимовка была хорошая растение знаменитые все знаете эти хосты они бывают разных расцветок огромное количество сортов видов расцветка бывает и такая сизо-зеленая и голубоватая и яркая с желтыми лепестками и с белыми в общем-то у нас очень много уже ее в участке я ее рассаживаю и можно делать и бордюры и можно как солитерное растение посадить где-то на своем участке ну в общем растение замечательное оно радует своей красотой вот этой вот этими кожистыми листьями огромными большими когда уже ей три-четыре года она ну как сказать вам набирает вот эту силу и сама декоративность вот где-то вот этот период три-четыре года она уже показывает свою красу цветет такими фиолетово-пурпурными цветочками бывают и белые цветы смотря какой вид в общем сейчас буду подкармливать вот посмотрите как она у нас растет в нашем саду вот такие у нас пока цвета но есть еще я посадила в этом году они еще маленькие потом дополнительно может быть в конце ролика покажу какие у меня есть еще цвета и еще покажу обязательно купила в прошлой осенью белого цвета хосточка она маленькая сейчас еще там прям три-четыре лепесточка но в конце покажу название сейчас не могу вам сказать в конце ролика скажу как называется так что будем смотреть ну сейчас взяла компост свой вот целое ведро набрала компоста смешала с песком компост знаете такой кисловатый наверное уйдет паш у него она любит почву средне такую кислую на щелочных хуже растет ну и лучше сажать ее конечно на влажные почвы ну если у кого нету такого такой почвы то можно посадить и на глинистую но обязательно очень надо часто поливать она очень любит влагу и будет больше развиваться во влажной почве что еще могу сказать у меня она очень давно уже это хоста ну разные вернее я рассаживаю ее повторяюсь еще раз но вот из-за того что земля оседает постоянно у нас и подкапываем и подкладываем земельки и все равно с каждой весной вот это все садится и садится почва становится плотной в общем нужен все равно уход за каждым растением сейчас хочу вот сделать вот эту вот ей компостной компостной земелькой подкормочку ну и плюс ко всему конечно обязательно минеральное удобрение мне нравится фертика вот это который идет весна-лето сад огород ей подкармливаю много растений мне она очень нравится чем она очень хорошо и быстро растворяется и в воде хотя рекомендую гранулы лучше раскладывать не растворять в воде вот из-за этого того что она очень хорошо растворяется и и буду подкладываться вот веду сейчас влажную почву и питательные вещества конечно быстренько зайдут на корешке вот этого растения так что будем сейчас делать ну что еще вам сказать делить можно в любое время в любое время в летний сезон то есть весны до осени я это делаю без проблем она приживается очень хорошо и но у меня нет такого чтобы она не прижилась там можно отделить растения посмотрите здесь наверное уже есть сейчас покажу наверное есть уже вот маленькая видите вот такой отросточек или с другой стороны можно посмотреть вот они идут уже нарощенные можно лопаткой в любое время и и просто вот так отделить и все и пересадить в любое место где вам нравится ну затененные места тоже любит она в основном сизые вот эти темно-зеленые сорта они любят когда немножечко конечно полутень или рассеянный свет идет на их не вести ну или какие-то рядом кустарники посадить и и тогда будут они закрывать немножко ее от жаркого солнца бывает что когда самое пекло такое лето жаркое у них бывают жгутся листья то есть выручки образуются на листочках очень нежные сорта которые вот такие с белым они очень часто поражаются вот от солнца вот этим дырявыми коричневыми пятнами но еще болезни какие болезни по моему никаких я не наблюдала у себя бывает что поедаются слизнями слизни конечно тоже проедают и дырки большие становятся я конечно ничего особенного не применяю против слизней но иногда бывает вот прям чуть-чуть подвязываю ее чуть-чуть вот само сердечко вот это берешь и немножко подвязываешь ее потому что у нас сильно влажно бывают слизни ну или можно покупать какие-то препараты и раскладывать вокруг куста может быть и не будет этих слизней но я думаю все равно когда вот эта юбка лежит полностью на земле слизни все равно тут не уследишь когда особенно много растений как у меня не уследишь за тем чтобы не съели слизни вот посмотрите вот это вот хост она очень давно у меня растет и вот та тоже очень давно уже я ее делила в том году уже отделила от нее немножко ну вот сейчас хочу немножко ее подкормить вот в ядре компост и песок беру прям вот так горсточку взрослые растения можно сделать это не боясь перемешать она во влажной земле быстро растворится и сейчас после таких дождей конечно быстро уйдет к корням я думаю в этом сезоне они будут очень красивые несмотря на то что такие проливные дожди у нас льют весь май замучили нас вот корешков сейчас пока не вижу не вижу но вообще-то лучше сейчас мы вот так немножко хотя бы вот так легкими легкими вилочкой вот такой которые корешки особо не задевают порыхлить вокруг хотя бы чуть-чуть чтобы она дохнула сорняки конечно тоже надо убирать все но сейчас мы сделаем вот так чуть-чуть порыхлили и прям с удобрением сюда сильно-сильно к самым вот этим вот росточком подкладывать не надо чтобы она не затягивалась туда сильно в землю а вот вокруг вокруг прям вот обложить можно смело по лопаточке здесь вот маленький росточек особо не заглублять не надо вот корневая система мощная впитывает все хорошо так что она такая тоже мало уходная если кто-то начинает сажать самое главное полив самый главный полив ну и немножко притенения на первых годах жизни первый-второй год так вот чтобы она вошла в силу и уже на третий-четвертый год она конечно покажет вам свою красоту будет огромная-огромная юбка огромная красавица и будет свисти красиво еще вот хотелось сказать чтобы рядом такие кусты многие сажают они облетают высокорослые я имею ввиду около самой хосты и они когда облетают уже приходит такой у них период падают на хосту и проходят дожди и вот эти листочки загнивают и очень портят вид хост не надо очень рядом сажать прям вот совсем чтобы они покрывали хосту где-то немножко подальше чтобы притеняли чтобы была такая тень небольшая для них ну вот хочу сказать что у меня они растут уже очень давно и на самом солнце у нас участок влажный но солнечный солнечный участок и вот единственное говорю бывает только страдают когда очень сильное солнце прожигаются листья вот на этой нет она такая потолще а вот на этой хосточке бывает прожигаются листья ну пока вот вот так вот растут у нас хосты на нашем участке сажайте будут радовать вас они очень красивые малоуходные декоративные и можно сделать все что угодно у себя в саду с таким растением то есть украсить любой сад и в альпинарии и просто как салитер посадить можно такое растение очень красивый я его очень люблю сажайте все будет благополучно всего вам хорошего до новых встреч вот еще посмотрите карликовая моделька хосточки совсем небольшая она растет у меня с прошлого года медленно нарастают у нее листочки это blue mouse голубая мышка цвет листа такой голубовато-зеленоватый в форме ушек мышинах посмотрите очень интересный сорт вылезают уже у нее новые побеги вот видно посадила ее около стильбочки своей немножко она ее будет притенять от палящего солнца где-то вырастет сантиметров 20 не больше тоже цветет и очень интересная формочка листа и они такие плотные пожестче чем у обычной хосты такая какая-то как восковая очень интересная хосточка вот такая посмотрите еще вот этот сорт который у меня присутствует на даче очень красивый окрас шикарный просто окрас яркий выраженный вот по краю такой сливочно-белый цвет и ярко-зеленый сам лист пластина листовая когда разворачивается будет побольше он у меня второй год этот кустик но уже такой приобретает декоративность свою называется патриот очень хороший сорт красивый на хвойных смотрится хорошо рядышком растет у меня тоже туя небольшая вот на этом фоне будет хорошо выглядеть когда раскроется полностью листочек ну и юбочка опустится поближе к земле и зацветет очень хороший сорт очень красивый ну вот та самая хоста про которую говорила что покажу в конце ролика посмотрите вот такого она цвета еще маленькая малышка совсем с прошлой осени посажена где-то в сентябре я сажала ее вот такие листочки посадила рядышком с пионами чтобы она удачно прижилась здесь немножко будет затенение для нее очень хорошо потому что когда очень яркое солнце лист зеленеет и она не будет такой вот чисто белой на высотах где-то будет 40 сантиметров примерно ну и ширина тоже самое наверное 50-60 вот такой сорт я посадила у себя хочу развести белые листья тоже очень декоративно смотрится мне понравился этот сорт будем разводить ну остальные посмотрите в моем слайд-шоу есть еще несколько штучек новых которые я посадила с прошлого года всего вам хорошего то вот вот я вот 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 я